Привет! Я давно мечтал оказаться в том самом месте, откуда знаменитый Титаник вышел в свое последнее плавание. Это было в Саут-Гэмптоне, портовом городе в 100 километрах к юго-западу от Лондона. Мне хотелось оказаться на том самом причале, почувствовать атмосферу, царящую в этом месте, и суметь с помощью своей фантазии увидеть самый знаменитый корабль всех времен. Моей мечте было суждено частично сбыться. Я добрался до порта, который до сих пор функционирует, но, к сожалению, проход на тот самый причал был закрыт. Дальше ворот порта меня не пустила охрана. Возле входа в порт я нашел мемориальную табличку в памяти погибших и небольшую картинку, которая показывает, где стоял корабль, если смотреть со стороны въезда. Историю Титаника, несомненно, знает практически каждый. Про этот корабль было снято много фильмов и было написано бесчетное множество книг. Многие считают, что это был самый огромный корабль всех времен, хотя на самом деле он небольшой по современным меркам. Вот так, к примеру, он выглядит в сравнении с современным лайнером Королевы Мэри 2. Когда я изучал историю Титаника, я наткнулся на очень популярную версию произошедшего, которая утверждает, что на самом деле Титаник не утонул. Что? Как такое может быть? Но обо всем по порядку. Титаник был одним из трех кораблей, построенных по единому проекту. Другие два корабля назывались Олимпик и Британик. Все три судна были практически идентичны друг другу и отличались лишь в косметических деталях. Титаник был вторым по счету построенным кораблем после Олимпика. Еще до того, как Титаник был готов к самому первому плаванию, Олимпик уже успел совершить несколько трансатлантических рейсов. Но вдруг, за несколько месяцев до знаменитой катастрофы, 20 сентября 1911 года, Олимпик попал в ужасное столкновение с военным кораблем Хоук. Виноват был капитан Олимпика, поэтому ответственность сложилась на компанию White Star Line, которой принадлежал корабль. Судно пришло практически в негодность, так как помимо пробоины корпус оказался погнут, что делало Олимпик практически непригодным для дальнейшей эксплуатации. Корабль отправили на ремонт. И тут владельцу компании Джону Моргану, знаменитому финансовому магнату, пришла в голову гениальная идея. Секретно поменять корабли названиями, чтобы никто не уследил мошенничество. Затем затопить Олимпик под видом Титаника и получить огромные страховые выплаты, что спасло бы компанию от неминуемого банкротства. Так и произошло. А новый Титаник теперь уже под названием Олимпик благополучно ходил по морям до 1935 года, когда и был списан и утилизирован. Как отмечают писатели Роберт Гординер, в пользу версии о подмене кораблей говорят многочисленные показания выживших в крушении. Их описания корабля совпадают с описанием Олимпика. А другие исследователи замечают, что фотографии якобы Олимпика после катастрофы Титаника на самом деле гораздо больше похожи на настоящий Титаника, а не на Олимпик. Скажу честно, я довольно скептически относился к этой истории, так как не очень верю в теории заговора. Но одна вещь меня практически убедила. Если вы помните знаменитый фильм Джеймса Кэмерона «Титаник», то наверняка заметили там одного из героев, который играет сам себя. Это Анатолий Соголевич. Он знаменитый русский океанолог, специалист по глубоководным исследованиям и герой России. Именно он управлял тем подводным аппаратом «Мир», который снимал «Титаник» на глубине 3800 метров. В документальном фильме «Титаник. Русская версия» на 26-й минуте Анатолий говорит, что он убежден, что на дне Атлантики лежит именно «Титаник», так как он несколько раз лично видел судовой номер 400, выбитый на многих обломках под водой. Уважение к этому великому русскому ученому не позволяет мне усомниться в его словах. Однако здесь есть один единственный момент. 400 – это судовой номер «Олимпика». И это хорошо известно по всем документам. А судовой номер «Титаника» – 401. Так что, может быть, сам того не осознавая, Анатолий Соголевич раскрыл самое крупное мошенничество 20 века. «Титаник» не утонул. Ссылку на этот фильм вы можете найти сразу под этим видео. Что интересно, если все это правда, то частичка «Титаника» уцелела до сих пор. Это его интерьеры. После списания корабля их купил владелец английского отеля «Белые лебеди» и использовал их для отделки внутренних помещений. Так что внутри этот отель – это настоящий «Титаник». Гостиница до сих пор работает, и все это можно увидеть и в наши дни. Как всегда, ставьте лайк, если узнали что-то новое. Не забывайте подписываться на канал. Увидимся совсем скоро с новой порцией интересных историй и любопытных фактов. Пока!